15 февраля в законодательном собрании Краснодарского края состоялось заседание Общественного Совета по этике и нравственности. Заседание открыл первый заместитель руководителя регионального парламента Гриценко Николай Павлович. Темой заседания стала подготовка к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Эта дата имеет вообще государственное значение. Поэтому мы включили в план работы Общественного Совета по законодательному собранию Краснодарского края по этике и нравственности на 2021 год вопрос о подготовке к празднованию этого юбилея в нашем крае. С докладом о жизни и деятельности Александра Невского выступил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань. Защитник, покровитель земли русской в конце 18-го, а окончательно уже в 19-м веке под влиянием трудов советских историков личность Александра, приобретающего эмоционального героя. Министр образования Елена Воробьева рассказала о мероприятиях в рамках подготовки празднования юбилея. В видеороликов конкурс очень хорошо отмеченный, как у молодежи очень охотно в этом участке, потому что простейший конкурс, когда можно снять на собственный гаджет такой фрагмент фильма и в том числе получить затем определенные конусы. Руководитель Департамента информационной политики края Жукова Галина предложила провести творческий конкурс для журналистов. На заседании выступил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской Кубанской пархии, член Совета по этике и нравственности Протерея Александр Игнатов. Руководитель отдела внес следующие предложения. Я хочу коснуться буквально нескольких предложений. Это прежде всего содействует размещению на сайтах органов государства, исполнительной власти, администрации Краснодарского края, законодательного собрания, в том числе региональных министерств культуры, образования, науки, молодежной политики, краевых СМИ, то, что мы с вами сегодня запланировать и будем в чем работать. Мы уже эту работу начали, она очень активно сегодня началась. Руководитель отдела добавил. Мне хотелось бы особое внимание уделить казачьим обществам, активизировать просветительскую работу среди казаков и казачьих. А также Протерея Александр подчеркнул. А союзные наши комитеты не тоже казалось бы, мы могли бы поддержать наиболее активных участников этих юбилейных мероприятий, чем полуническую поддержку. Заместитель председателя законодательного собрания края полностью поддержал предложения руководителя отдела религиозного образования. И хочу ваше предложение поддержать по сайтам. Использовать, я всегда до памяти записал, использовать все сайты. И исполнительная власть, и представительная власть, и муниципальные сайты, и сайты средств массовой информации, а здесь уже Галяна все равно подбеспокоится. И, естественно, министерские все сайты, отраслевые такие есть. Это очень святое дело. Особое внимание участники совещания обратили на реконструкцию Невской битвы. Это очень интересная тема. Очень интересная тема, мы ее обязательно должны осуществить. Мне почему-то даже кажется, что это может быть центральной темой во всех мероприятиях, которые мы проводим. В конце своего выступления Протерей Александр предложил собравшимся, утвержденный митрополитом Павлом, сводный план празднования юбилейного года. По итогам заседания было принято решение принять в мероприятие планы к исполнению и учесть в работе возможность применения современных форматов проведения мероприятий. Нам очень важно продвинуть эту повестку в цифровой формат и в социальные сети. Отдел религиозного образования и катехизации и в дальнейшем будет оказываться действие структурам светской власти в реализации комплексного плана юбилейных мероприятий по случаю празднования 800-летия со дня рождения святого благомерного князя Александра Невского.